у нас сегодня тема всякая тема у нас перекликается с прошлой темы они вообще вместе связаны в единую цепочку в единую систему как человеке органы внутри человека и системы связаны в единый механизм это умение делать выбор и быть готовым переходу то есть первое оно более такое практичное и простое а второе она имеет так называемые некие духовные корни что такое умение делать выбор умение делать выбор это умение человека меняться человек который не умеет меняться рано или поздно начинает деградировать всякая система она движется куда-то меняется если она статично то есть высокая очень опасность деградации всякая система она питается с того или нового источника и всякое питание предусматривает что энергии откуда-то вытекающие во что-то вливающиеся менять источник то есть так называемый кругооборот этот кругооборот он существует вообще везде то есть во всех системах во всех измерениях как только человек перестает меняться движение это останавливается и ресурс этот источник перестает вкладываться умение человека меняться это означает что человек всегда находится в этом потоке на социальном плане то есть нашей реальной жизни умение делать выбор это означает что ты умеешь пользоваться одним 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 из самых важных механизмов которые вообще нам помогают в этом мире измениться совсем недавно мы вчера гуляли в Хельсинки вот некоторые были первый раз и вот мне тоже подошла одна девушка и задавала вопрос да по поводу там ревности там и так далее то есть это не первый вопрос это вообще частая проблема эта проблема есть и у эзотериков то есть просто эзотериков немножко проще с этим делом и они пытаются сами осмыслить они были готовы к этому каждого и свои слабые места но эзотерик он ищет проблему и он потенциально готов с этой проблемой работать людей со стороны людей социума зачастую если даже знают проблему к ней работать не хотят это как раз признак ситуации в том что человек не готов к переменам человек который не готов к переменам рано или поздно будет страдать stand будет от того что ему перестанут помогать и ему перестанут давать на жизнь на его циклы на его реализацию энергии. Есть какие-то явные видимые вещи, есть вещи так называемые невидимые, на уровне энергии, на уровне событийности. Чтобы человеку чего-то достичь, пройти какой-то путь, воспользоваться опытом, у него есть несколько механизмов. Мы про это говорили. Это механизм ума, то есть механизм понимания, механизм чувств, который, например, формирует такую систему как приятие. И духовно-нравственный этот аспект, это умение делать выбор, умение меняться. Духовно-нравственный аспект говорит о том, что он опирается на духовно-нравственные законы и говорит о том, что человек делает выбор и этот выбор заставляет его меняться. Например, что такое ум? Ум, например, может какие-то вещи понять. Вообще для любого перехода у человека есть несколько важных ресурсов, то есть несколько важных элементов. Это легкость, ясномыслие и гибкость. Эти три механизма вообще позволяют человеку пользоваться всеми остальными ресурсами, которые у него есть. Например, ум как механизм, он дает человеку возможность понять, что же есть то или иное действие. Прежде чем вы изменитесь, вы для себя поймете, что же вы делаете. То есть, чтобы человеку измениться, ему нужно понять, что то, что у него было, является неправильным и это неправильное будет заставлять его в жизни страдать и приносить страдания, может быть, не только ему, но и окружающим людям. Понимание говорит о том, что человек понял суть происходящего и умом понимает, что то, что происходит, оно для него опасно и бессмысленно, ну, либо невыгодно в конце концов. Понимание позволяет человеку сориентироваться. Второе – это эмоции. То есть, эмоциональное тело. Эмоциональное тело позволяет человеку усилить. То есть, усилить процессы, которые с ним переходят. То есть, эмоции, они углубляют опыт и делают его более яркими. Эмоции, в частности, помогают человеку в приятии чего-то. Приятие – это та ситуация, когда человек может получаемое что-то извне воспользоваться. Ты можешь понимать что-то, ну, например, ты не принимаешь для себя это как идею. Как идею, которая имеет право на жизнь. И пока в тебе нет это приятия, это знание тебе ничем не поможет. Это вроде философов, которые, например, все знают, но ничего не делают. То есть, они знают все правила, они прочитали в книжках, но они не практики, а не теоретики. И они умрут, как обычные люди. Возможно, будут болеть, возможно, будут страдать. И знания, ну, им где-то полученные, они практически бесполезны. Польза от этих знаний только в том, что они могут эти знания кому-то передать, как информацию. Но закрепить знания вряд ли помогут. То есть, в человеке любое знание должно быть живое. Для того, чтобы знание было живое, человек должен это знание обращать внутрь себя. То есть, прорабатывать его через себя. То есть, все, что не живет, тот отмирает. То есть, информация, которая не используется, это мертвый груз, а иногда это и опасный груз, который, как говорится, забивает наш чердак. И чердак перегруженной информации становится также бесполезным. То есть, много информации, и она нас дезориентирует. Эмоциональное или эмоционально-психическое тело, оно создает для нас определенный фон. То есть, оно создает механизм, который позволяет нам включиться в то или иное восприятие мира и создать нам впечатление об этом. Впечатление позволяет нам ориентироваться и, когда что-либо происходит, получать от происходящего опыт. Приятие – это означает, что та или иная информация может быть вами переработана. Что такое приятие? Приятие – это как антенки, про которые я рассказывал. Они так раскрываются, и человек начинает в это включаться. Когда есть просто информация, человек, который прочитал, это вроде того, как у вас есть программа в компьютере. И, предположим, вы загрузили 100% программы, есть возможность ей пользоваться. Но можно загрузить 10% программы. Вот если у человека есть понимание чего-то, то есть, он понял смысл, но нет приятия – это 10% программы. То есть, вроде как бы она есть, но пользы от нее практически никакой. Это даже не загруженная программа, которая лежит и не пользуется. Это 10% программы. Поэтому очень важно приятие. То есть, быть открытым для той или иной информации. Вообще, на Востоке среди учителей, дающих знания, есть такое правило. Если у ученика нет приятия, его вообще не учат. Ученик может быть умным, ученик может быть интеллектуалом, ученик может быть быстрым, он может быть волевым. Но если механизм приятия у него не работает, его не возьмут ни в одну, сколько-нибудь значимую школу. Этот человек, как ученик, бесполезен. Приятие всегда связано с эмоциональным миром или с восприятием. Восприятие самого низкого уровня – это эмоциональное. Это эмоционально или, может быть, это эмоционально-психическое. Приятие говорит о том, что человек, который воспользовался механизмом приятия, готов обдумать, обсмыслить, обработать информацию, либо для того, чтобы ее кристаллизовать, то есть, сделать свои системы ценностей, делать частью себя, либо хотя бы провести исследование, после которого он сможет принять это решение. Ну, такое некоторое исследование всегда проводится, но когда человеку дается какая-то базовая информация, тут некоторые вещи нужно сразу принимать и сразу научиться использовать. Ну, вроде того, как если вы, например, едете на машине, да, и, предположим, водителю стало плохо, да, вы сидите с ним рядом, то ваша ситуация, когда вы должны сразу взять ситуацию и принять ее в том, что, а как же так, водитель потерял руль, а почему я должен у него хватать? Если вы будете в этом ситуации размышлять, думать, принимать или не принимать, машина пойдет в аварии. В этом случае нужно сразу принимать ситуацию, брать свои руки и действовать. Подобное приятие касается некоторых вещей. Особенно это важно тогда, когда от ваших поступок зависит жизнь, либо здоровье, либо серьезные ресурсы окружающих. Приятие ситуации говорит о том, что вы готовы к чему-то идти. Мы говорили про ревность. Вот подошла там девушка и говорит так и так, вот такая ситуация. Я говорю, что классическая ситуация и ревность в жизни испытывал когда-либо практически каждый человек. Ревность бывает от социальной до духовной. Духовная ревность – это когда ты видишь, например, что кто-то достиг какого-то качества, и ты беспокоишься, что у него это есть, а у тебя это нет. Человек чистый, он, если видит где-то серьезный ресурс, он не беспокоится об этом. То есть в нем появляется чувство радости. Почему в нем появляется чувство радости? Чувство радости является следствием того, что он полностью принимает условия мира. Он осознает, что если это где-то в мире есть, то это может коснуться и его. Вообще тема ревности, она как бы очень серьезно касается нашей темы, хотя вот именно сама тема ревности немножко в сторону от нашего вопроса. Но дело в том, что умение делать выбор, оно подразумевает, что человек обладает определенными качествами. То есть вы в любом случае в течение вашей жизни будете делать выбор. Это неизбежно. То есть мир в любом случае движется, и вам время от времени приходится либо какие-то вещи принимать, либо не принимать, либо какие-то вещи принимать частично. Но ситуация в том, что вы, если хотите меняться, должны осознанно делать этот выбор, стремиться к ситуации, в которой вы что-то сможете найти и для себя применить. Умение делать выбор, это означает, что вы не являетесь статичными. Это означает, что вы готовы то, что у вас есть, изменить во имя какой-то более высокого смысла. Ну, вроде того, как вы раньше, например, использовали математику для решения каких-то технических проблем, а потом вы, например, научились высшей математике, и пришло время забыть про начальную математику, и пришло время использовать высшую математику. Либо вы были маленьким ребенком, и вас учили каким-то правилам, по которым вы можете действовать. Но вы выросли, и вы начинаете понимать какие-то более глобальные законы. И вам нужно уже перестать мыслить примитивными законами и начать опираться на что-то более высокое. Вы в течение жизни начинаете развиваться, и вы начинаете понимать какие-то еще более тонкие законы. Ну, например, вы начинаете глубоко осознавать законы Вселенной. Например, понятия «хорошо» и «плохо», «добро» и «зло» обретают такое тонкое понимание, такая тонкая форма восприятия, что вы зачастую, например, используя эти понятия, способны делать чудеса. Чем вы больше знаете мир, чем вы больше знаете самого себя, эти вещи становятся намного многограннее и намного сложнее. Ну, сложность – это не как в русском языке говорится «ложная», а сложность – это имеется форма многоструктурности. Когда мир – это миллионы, миллиарды разных законов, и все эти законы существуют в одной точке. Если человек знает основные принципы, ну, то есть во Вселенной есть огромное количество законов и определенных принципов, но все они, в принципе, предположим, опираются на 10-12 основных, а эти 212 основных упираются еще в три каких-то, а эти три каких-то упираются еще в один. Но понимание вот этого единственного смысла – это уже глубокое духовное переживание, и оно не укладывается просто в слова, то есть некий совершенный механизм, который дает ответы на все вопросы. Умение меняться – это умение гамму простейших знаний, гамму простейшего отношения, гамму простейшей привязки утоньшать до более маленького, но более ценного объема. Это что-то вроде того, как руду фильтруют, и из этой руды появляются сначала какие-то более ценные кусочки, потом, предположим, золото, потом драгоценные камни, то есть из большой груды добывается самое-самое ценное, то есть остальное остается природой. Это нечто подобное существует и в жизни человека, оно существует на уровне выбора. Самая большая опасность в этом у человека – это фанатизм. Фанатизм обычно это следствие того, что кто-то вам внушил определенные штампы. Эти штампы могут быть внушены под видом духовности, под видом каких-то высочайших законов, но все высочайшие законы и все высшие вещи, они опираются на принцип текучести. И человек, обладая этими законами, каждый новый день, каждое новое мгновение, то мгновение, которое он с ними работает, он ищет более высшую форму понимания этого закона. То есть любой закон по мере развития человека начинает утоньшаться. Понимание одной и той же вещи становится более глубоким. Это, например, к отношению к еде. Вы понимаете, что нужно питаться правильно. Первое ваше понимание, что, предположим, еда должна быть природной. Еда должна быть именно едой, это не должно быть что-то техническое, это должно быть что-то живое. Сначала вам говорят, что есть раздельное питание, у нас есть химические реакции в организме, смешивать нельзя вещи. В будущем вы учите и понимаете, что кроме раздельного питания есть понятие естественной пищи и животной пищи. То есть пища, которая, например, была следствием убийства животных. Вы понимаете, что пища, которая была следствием убийства животных, опасна во многом, она не очень хорошая. В дальнейшем вы понимаете, что пища бывает не просто животная или природная пища, бывает сырая и бывает обработанная. Обработанная пища не обладает всеми этими ценностями, биологическими функциями, что и сырая и так далее. Потом вы уходите от этого понятия, вы начинаете узнавать, что такое, например, еда разделена на энергии. То есть есть такое понятие, это как разделение на доши или разделение на энергии. Там в еде есть, как и во всех остальных качествах, это огонь, вода, воздух и земля. То есть качества, которые пробуждают действия, качества, которые пробуждают восприятие, качества, которые пробуждают стабильность и качества, которые пробуждают легкость. То есть вы понимаете, что еда делится на все эти элементы, и вы начинаете еду балансировать. Есть такое понятие, наверное, у китайцев, что еда, которая горячая, еда, которая острая. Вы утончаетесь до этого уровня, ваше восприятие еды становится такой тонкой. Потом вы идёте дальше, и вы понимаете, что на более ещё тонком уровне еда – это энергия, поскольку, по сути, вы из еды берёте энергию, которую используете для жизни. В конечном счёте организм, перерабатывая ваши продукты, делает из неё энергию. Вы думаете, как бы мне питаться энергией. То есть утоншение понимания одного и того же закона. Человек, который готов к переходу, человек, который изначально умеет делать выбор, его система изначально настроена на то, чтобы понимание любой вещи выходило из диапазона чего-то примитивного в что-то более совершенное. На этом пути у вас всегда будет выбор. Какой это будет выбор? Ну, это штампы, которые приходят с религиозностью и которые блокируют ваше понимание. Вот совсем недавно я вам сказал фразу – это лёгкость, гибкость и ясность мышления. Что значит лёгкость? Лёгкость – это означает, когда нужно сдвигаться, у вас должна быть внутренняя причина, внутреннее пространство, чтобы переместиться. Есть такое понятие как воля, но воля – это активная составляющая и она требует использования приличного количества энергии. Даже люди, скажем так, изначально очень активные, скажем, люди, которые работают с энергией огня и с энергией воли, они в определённом возрасте начинают помогать, что любое динамическое действие требует приличных затратов ресурсов. Динамическое действие – оно полезно, и активные составляющие нужно использовать. Но в некоторых случаях любой человек, особенно если человек тонко чувствующий, понимает, что для решения вопроса совсем не обязательно такое количество энергии использовать. Он использует стихию воздуха, то есть стихию лёгкости. И с помощью стихии лёгкости вы также можете двигаться и меняться. Разница стихии воздуха и стихии огня, что воздух обладает умением работать с информацией, а огонь обладает только динамической составляющей. По сути, все стихии равны между собой, каждый выполняет свою задачу. Лёгкость в человеке позволяет человеку включаться в любой вопрос, не тратя приличного количества энергии. То есть когда для вас приходит возможность что-то принимать новое, вы это делаете легко. Да, конечно, приходит процесс понимания, процесс исследования, процесс приятия. Но вы включаетесь в него легко. И вы не перебарываете, например, себя через огонь, или через стойкость, через что-то. А вы именно с лёгкостью принимаете. Эта лёгкость очень важное качество, и этой лёгкости нужно учиться. У кого-то лёгкость это есть от рождения, и человек это умеет сразу. Например, эта лёгкость, к ней более склонны представители воздушных знаков, либо касаемо астрологии, если говорить языком астрологии, либо те, у кого эта стихия, как говорят о миростологии, сильно проявлена в гороскопе, и человек по жизни является человеком подвижным и манёвренным. Лёгкость предусматривает то, что в жизни, когда вы будете к чему-то стремиться, вам не нужно будет побеждать всё время самого себя. То есть некоторые шаги вы будете делать сами по себе. Ясномыслие. Что такое ясномыслие? Это умение понимать то, что происходит. То есть мы все думаем, и мы все умеем принимать какие-либо решения. Мы все можем говорить, что это хорошо или плохо, это правильно или неправильно, это является нужным или ненужным. Но ситуация в том, что вами могут манипулировать, и те или иные понятия можно для вас объяснить как хорошие. Либо, используя интеллект, объяснить и доказывать, что это плохие. Был такой мистик, философ. У него была такая привычка, за что он в истории оказался известным. Он доказывал, используя свой механизм ясномыслия, людям, что эта вещь является вот такой. Проходило время, потом он все начинал доказывать, что эта вещь совершенно противоположная. То есть, когда его спросили, почему ты это делаешь, он говорит, что мое видение вопроса меняется. И это происходило всё время, периодически. То есть, человек, обрабатывая информацию, пришел к какому-то пониманию. Это понимание научился с помощью ясномыслия доказывать другим. То есть, он, используя логику, а логика у него была достаточно хорошей механизм. Это, знаете, как машина. Машина может быть хорошая, но она ехать может не туда, куда надо. Например, не по дороге, а там среди леса. Пытаясь ехать не по тому направлению, которое предназначено для движения. Человек, тот человек, обладающий ясномыслием, умел людей в чем-то убеждать. Убеждал он, используя сам механизм ясномыслия. Механизм ясномыслия нужен для того, чтобы вас не обманывали. То есть, вы умели ясно сопоставлять факты. Сопоставлять факты и, сопоставляя факты, понимать, что же является правдой, а что является неправдой. Когда я занимался астрологией в аэстической школе, тот, кто обучал меня, он занимался при школе нумерологии. И он сказал очень интересную фразу, что с точки зрения математики и расчета, любое зло можно высчитать. Если его начинать с математической системы высчитывать, рано или поздно математическая система скажет, что это вранье, что это зло. Или наоборот, что это был уровень эзотерической нумерологии. Что даже система математического расчета может показать, что зло является злом, паразитизм является паразитизмом, неестественным. И это просто нужно высчитать. Это то же самое ясномыслие, и это тот же самый механизм. Ясномыслие позволяет человеку не становиться фанатиком. То есть, что такое фанатизм, например? Кто знает, что такое фанатизм? Фанатизм – это отсутствие желания использовать ясномыслие для обработки информации. Человек эмоционально принимает ту или иную ситуацию. Принимает ту или иную ситуацию и начинает на нее опираться. Что самое главное в человеке? Самое главное в человеке, что человек стремится к свободе. Человек, который стремится к свободе, его самая главная опасность – это цепляться за штампы. Штампы делает из человека фанатика. У человека есть точки опоры, например, какие-то законы. Но любой закон, который принимает человек, он постоянно проходит в нем обработку, переосмысливание. Один из механизмов его переосмысливания – это именно ясномыслие, то есть сопоставление фактов по мере роста человека расширяется его кругозор, и фактов становятся большие. Человек способен большее количество фактов сопоставить с друг другом. Это сопоставление может происходить в жизни автоматически. То есть человек живет, сталкивается с ситуациями, видит, что это происходит, происходит так вот. Да, это происходит так вот. Ясномыслие позволяет вам не попадать под влияние людей, обладающий сильным интеллектом, обладающими способностями, в частности, теми способностями, которые человек использует, чтобы вас обмануть, чтобы начать вами управлять, чтобы захватить ваши ресурсы. Ясномыслие позволяет человеку также быть свободным. Ясномыслие – один из тех элементов, который позволяет человеку делать выбор. То есть человек понимает, что какие-то вещи, какие-то системы в нем уже устарели, они уже не помогают ему набирать новый ресурс и утоньшаться. Важный механизм ясномыслия. И механизмы ясномыслия должны учиться как женщины, так и мужчины. Вот кто-то говорит, что вот женщины живут чувствами, этого достаточно, чтобы женщине заниматься эволюцией. Я вам скажу, что если женщина не занимается ясномыслием, рано или поздно, или хотя бы периодически, из нее будут делать жертву. Как будут делать жертву? Они создаются в ситуации, в которой с помощью эмоций, с помощью эмоционального тела вопрос нельзя решить и нельзя понять. А такие ситуации бывают и бывают достаточно часто. В частности, когда какой-то эмоциональный фон, какая-то эмоциональная ситуация, она внешне может быть красивой и хорошей, но по факту она будет работать противоположным образом. То есть, почему как бы Богом, природой, творцом были созданы эти разные механизмы? Эти разные механизмы позволяют со стороны посмотреть на саму систему. Есть какой-то закон, вы можете взять закон и посмотреть на него с точки зрения ясномыслия, логики. А потом посмотреть на него с точки зрения эмоций, эмоционально чувствующего тела. А потом, например, с помощью восприятия, с помощью тактильности, с помощью других каких-то систем, ну, например, с помощью каких-то форм восприятия. Эти формы позволяют проверять то, что, например, потенциально может быть изменено, может быть запутано, может быть фальсифицировано. Если бы изначально у каждого человека работали бы все системы, то, в общем-то, обмануть его нельзя было. Но ситуация создана так, что человеку нужно получать опыт, сталкиваясь с какими-то опасными ситуациями. То есть, получая опыт того, что создание ошибок приводит к страданию и разрушению. Поэтому практически в каждом человеке не существует на момент рождения некого баланса между ясномыслием, между умением тонко чувствовать, то есть, например, использованием того же самого эмоционального тела, и, например, какими-то еще важными характеристиками. Ясномыслие – это то, что нужно женщине так же, как и мужчине. С той разницей, что женщина в своей жизни, выполняя свои какие-то основные социальные задачи, большую часть задачи может решать за счет эмоционально-психического тела. Но если женщина не стремится к ясномыслию, то она рано или поздно станет жертвой. Человек, который хочет быть человеком-победителем в своей жизни, он обязан использовать минимум эти два механизма. То есть, механизм восприятия, механизм чувствования и механизм понимания. Есть еще такой механизм, его называют гибкостью. Что такое гибкость? Гибкость – это умение тогда, когда вы сталкиваетесь с проблемой и видите, что ваших ресурсов не хватает, чтобы эту проблему решить, вы начинаете искать другой способ решения проблемы. Многие люди, особенно те, кто обладают серьезным ресурсом, например, умение мыслить, сталкиваются с каким-то вопросом. Механизм очень серьезный, не механизм, а ресурс мышления у человека очень серьезный. Он философ, например, и он сталкивается с какой-то серьезной проблемой. А проблема в принципе не решается на уровне понимания, то есть на уровне каких-то мыслей, образов. Такой человек становится в тупик, и он становится жертвой. В мире специально делаются такие ситуации, которые не решаются с помощью ума. Например, ситуация с маленьким ребенком. Маленький ребенок начинает плакать, и у него что-то не так. И у человека не хватает знаний. А знаний всегда можно не хватать, учитывая, что вы сталкиваетесь в мире с чем-то новым. Мужчина пытается с помощью ума решить вопросы с ребенком. И как бы он ни старался, не получается. Но если в этом плане пойти путем к женщине, нужно успокоиться и включить свое восприятие, то есть включить свой механизм тонкого ощущения, то есть прийти в определенное внутреннее состояние. И можно уже воздействовать на мирное ребенка, чтобы его изменить другим механизмом. Этот механизм может сработать. Таких механизмов на самом деле много. И то, что называют восприятием, это огромная гамма инструментов. Огромная гамма инструментов, но подобных уму или по подобных чувствам. В тот момент, когда человек с эволюцией переходит в механизм ума и чувств, эти механизмы начинают им применяться как вещи естественные. Они не так же привычны, как для обычного человека ума и чувства. Умение гибкости дает человеку в момент, когда он приходит в сложные точки, оставить его основной механизм, к которому он привыкнет, и начинать пробовать что-то новое. Например, на войне побеждает сильная армия. Но сильная армия может столкнуться с такой ситуацией, когда вопрос решаемой силы приведет к большому потере ресурсов. А война ведь длительная, и какая ни была бы сила, рано или поздно сила истощается. И полководец, не обладающий гибкостью, рано или поздно истощит ресурсы армии. Был очень такой интересный фильм. Эти были моменты, когда один из китайских императоров хотел объединить страну. Он еще не был императором, но это был один из князей, скажем, местных каких-то, у которого было больше ресурсов, чем у остальных. Он собрал армию 100 тысяч человек, и вот этой армией пошелся подчинять все остальные регионы. И так получилось, что в одном из регионов, городов, правитель знал, как решать сложные вопросы нестандартными путями, нестандартными технологиями. И он знал людей, которые именно по этой технологии действуют. Он нашел человека, который этим занимается. То есть уговорил его, заинтересовал. И в своем замке пригласил этого человека, и он начал заниматься обороной. Там показывают часть фильма, когда в этой ситуации занимается именно человек. Человек с нестандартным мышлением. То есть гибкий человек. То есть большая армия, обладающая... Там была разница, по-моему, в численности. Там 100 тысяч и 5000 защитников. То есть после первой атаки серьезной армия крупного князя потеряла около 5000 человек. То есть соразмерно армии защищавшись. То есть она какое-то время еще воевала. И шли огромные-огромные-огромные потери. В конечном счете там все-таки эту крепость сломали. Но сломали в тот момент, когда из нее ушел человек, который обладал вот этим гибким мышлением. То есть гибкое мышление давало возможность, например, так создать ситуацию, что сила оказалась либо бесполезной, либо малоэффективной. Интересный в этом плане фильм. То он на самом деле не счет каких-то, может быть, очень интересных исторических или, может быть, духовно-психических каких-то вещей. Но он очень интересно показывает тенденции. Как гибкость является механизмом для решения тех или иных вопросов. Тогда, когда, например, неприменима сила. Либо когда, не применив механизм чувствительности. Тогда, когда нужен именно механизм гибкости. Например, в кунг-фу есть разные школы. Вот был очень интересный фильм, когда один из мастеров цигун кунг-фу рассказывал про разные стили. Например, стиль птиц, цапли и стиль змеи. Он говорит, что вот эта большая птица-ворона, например, она обладает огромным ударом клюва. Огромная большая сила. И змея. Ворона обладает силой. Она обладает быстротой. И змея. Она не обладает такой силой. Она обладает некоторой быстротой. Но ее основная сила – это гибкость. И как бы сильно не била ворона, создавая маневр, ее сила всегда остается бесполезной. Есть большее количество стилей. Их можно соизмерить в той же самой ситуации. В сравнительной степени, в сравнительном качестве. Гибкость позволяет как механизм принимать и справляться с той ситуацией, которая не решается обычными проблемами. Для человека, готового сделать выбор, обязательно должна быть гибкость. Гибкость означает то, что то, что, например, имел человек на данный момент, в определенный момент для того, что перейти дальше, уже не является механизмом, не является помощью, не является возможностью чего-то достичь. Человек, приходя к определенной точке, его задача – поменяться. Для того, чтобы поменяться, человек должен быть гибким, должен быть готов принять что-то новое. Для того, чтобы принять что-то новое, он должен отказаться от старого, либо, по крайней мере, оставить свое старое знание в стороне и попытаться сделать что-то новое. Чем больше у человека, обычно, знаний каких-то в чем-то, чем больше у него сил в каком-то элементе, тем он сложнее быть гибким. Сила обычно предусматривает человека зацикливание на ресурсе. Когда у человека большой ресурс, подсознательно его внимание, его восприятие цепляется за этот ресурс. Во многом потому, что этот ресурс, как правило, помогал решать проблемы, но этот ресурс кажется ему тотальным и всемогущим. Но, как показывает мир, что ничего не является тотальным и всемогущим, и на всякую силу находится сила большая силы. Для того, чтобы переходить с уровня на уровень, чтобы побеждать, человек должен быть уметь в важный момент отказаться от любого механизма, то есть быть гибким. Умение быть гибким – это вещь достаточно сложная, и у каждого человека всегда есть какие-то вещи, от которым очень сложно отказаться. Но их называют по-разному, кто-то называет их слабым местом, ахиллесовой пятой. И у многих даже мудрых людей это есть ахиллесовая пята, в том, в чем ее гибкость не работает. Есть легкость, которая позволяет переходить от той формы, которая у него была, к другой. Но если в человеке при легкости не существует гибкости, то человек, сместившись со старой точки, не сможет принять новое. То есть, сделав движение на встречу, приняв информацию, он этой информацией не сможет воспользоваться. Гибкость важна как женщиной, так и для мужчины. У мужчины гибкость в основном проявляется через умение осмыслить происходящее, то есть понять, что это должно быть так. У женщин научиться быть готовым свой эмоционально воспринимаемый аппарат расширить. Такой самый простейший уровень. Гибкость, ясномыслие и легкость. Три этих аппарата, если человек ими пользуется, позволяют человеку решать все вопросы. Мы говорим про то, что к нам приближается золотой век. И этот золотой век, это возможность нам перейти на какой-то следующий уровень. Этот следующий уровень, он возможен тогда, когда мы способны, имеющийся у нас опыт, перевести в какое-то другое качество. Это нормальное явление, поскольку, чтобы куда-то прийти, мы набираем какую-то базу. Мы жили в эпоху смешения, и мы набирали ту или иную информацию. Мы набирали опыт, как жить в эпоху страдания, и как быть в эпоху лжи, и пытаться выживать. Приходит другая эпоха, но мы, наверное, по инерции боимся. Боимся того, что мы очень осторожны, потому что кругом зло, кругом обман, смешивание добра и зла, правильного и неправильного. Но, переходя в новую эпоху, человек, обладающий лёгкостью, должен с лёгкостью поменять свою позицию к происходящему. Представьте, что приходят вам древние боги, прилетели, пришёл снова сварок, прилетел корабль, с ним кто-то вышел. А вы по привычке боитесь, что это может прилететь там, ну не знаю, Егова. И нарисовав себе в оболочку какого-то светлого существа, опять на вас вешать лапшу. То есть человек становится закрытым. То есть закрытость эпохи смешения, она может быть серьёзной проблемой для человека будущего, для человека золотого века. Страх перед переменами. Когда начинается эпоха водолея, эпоха, кстати, водолей это стихия воздуха, то есть стихия лёгкости. В эту эпоху очень важна именно эта лёгкость. Лёгкость, умение оставлять старое и пробовать новое. Есть специальные техники эзотерические в каждой духовной традиции, которые, например, учат именно лёгкости. В единоборствах есть разного вида оружия. И для использования разного оружия нужны разные качества. Например, если вы используете тяжёлый топор, тяжёлый меч, то вам нужна сила. Сила и точность по возможности. А если вы используете копьё, то вам нужна лёгкость. Без лёгкости, то есть там нужна скорость, конечно, но без лёгкости вы копьём правильно пользоваться не научитесь. Или, например, лёгкий меч гибкий. То есть без лёгкости, без подвижности вы с помощью этого оружия ничего не достигнете. А у каждого оружия есть свои сильные стороны. Используя сильные стороны, например, конкурирует что-то очень тяжёлое, что-то очень тяжёлое и мощное, что-то очень лёгкое и гибкое. Вы, наверное, смотрели, был такой фильм «Пираты Карибского моря». Там был очень хороший эпизод фильма, когда вот это было такое существо, которое плавало на корабле. Как же его называли? Он был похож на осьминога. И вот он был капитаном корабля, который перевозил мёртвых. Забыл, как его зовут. Он охотился за людьми. Был там корабль, на корабле был капитан. У капитана был огромный меч. Он этим огромным мечом со всеми справлялся. И в определенный момент к нему пришла женщина, которая тоже с ним воевала. Он вытаскивает свой большой меч, она свой большой меч. Но понятно, что большой меч, у него больше возможностей. Женщина понимает, что справиться со своими ресурсами она не может. Она вытаскивает длинный гибкий меч. Длинный гибкий меч и начинает с ним работать. То есть, огромный меч, который всё рубит. И вдруг появляется гибкий меч. И большим этим мечом уже не закрыться от гибкого меча. Меч начинает загибаться и начинает начать раны. То есть, крупный большой меч становится бесполезным. И вот огромный большой капитан корабля, который там был с огромным мечом, с огромной силой, оказывается беспомощной против куска гибкого металла и маленькой женщины. То есть, когда лёгкость и гибкость становятся доминирующим элементом. Умение делать выбор – вещь очень важная. Без этих трёх элементов вам будет очень тяжело победить. И эти все три элемента вам в себе нужно воспитывать. Я хочу немножко оторваться от темы и немножко опустить вот это понимание на уровень обычной социальной жизни. Например, у человека есть чувство ревности. Чувство ревности – это одно из проявлений жадности. Проявление жадности – это следствие того, что человек не может принять окружающий мир и не принять его условия. Какие условия окружающего мира? Условия таковы, что если вы правильно, гармонично живёте, то у вас, в вашей жизни будет происходить всё, что вам нужно. Если вы делаете это что-то не так, то у вас будет чего-то меньше, у кого-то, кто делает лучше, будет больше. Человек открытый, человек, который принимает, он понимает эту ситуацию и принимает его для себя. Человек ревнивый – это тот, кто не может принять ситуацию, что, делая ошибки, он не получит то, что он заслуживает. Тут много очень разных подоплёк и много разных сторон психологических, с которых можно подойти и это объяснить. Самая главная задача, что человек ревнивый не умеет делать выбор. Выбор начинается в той точке, когда в человеке проясняются два механизма. Механизм понимания. Понимание, например, в том, что если у человека чего-то нет, значит, он что-то делает неправильно. Если он что-то делает неправильно, нужно найти, что он делает неправильно и это переосмыслить. После того, как человек переосмыслил, например, понял, что он делает неправильно, ему это нужно принять. То есть, включить эмоциональное, психическое тело. То есть, принять ту ситуацию, что то, что ему не нравится, на самом деле правильное и хорошее. После того, как он принял эту ситуацию, ему нужно сделать внутренний выбор. Какой внутренний выбор? Например, он делает выбор, что он больше никому не завидует. Он делает выбор, что его отношение к ситуации теперь другое. Вот это одна из самых сложных вещей. В этой системе легче какую-то вещь понять, легче почувствовать, что какая-то вещь может быть является правдой, но немножко сложнее, как правило, эту вещь принять. То есть, сделать переход, сделать выбор, так называемый. Духовно-нравственные ценности, они основываются на том принципе, что человек умеет делать выбор. То есть, например, человек делает для себя выбор, я хороший или я плохой. Я честный, либо я могу иногда воровать. Я принципиальный, либо я время от времени иду на поводу каких-то низменных инстинктов. То есть, человек сам для себя решает, каким он может быть. То есть, какой он есть. Кто-то из моих знакомых говорил, как же я могу быть, если я плохая. Я говорю, что ты сама решаешь, какая ты есть. Если ты решаешь, что ты хорошая, то ты и действуешь, как ты хорошая. Что ты поступаешь, что ты будешь совершать поступки, как хороший человек. Если ты считаешь, что ты хороший, то ты и будешь хороший. И это за человека никто не может сделать. То есть, ни творец, ни сам творец, ни окружающий, ни маги. Никто это за человека не может сделать. Человека, в принципе, можно сгипнотизировать и внушить ему, что он хороший. То есть будет работать программа, которая может быть даже в какой-то степени его стимулировать, что-то записывать на подсознание. Но так построен механизм кармы, что рано или поздно эту блокировку выключит и предоставит человеку сделать свой собственный выбор. А поскольку есть такой закон Вселенной, что никто не имеет права лишать человека выбора, что человек изначально свободное существо, он опять рано или поздно станет перед точкой, на которой он будет делать выбор. Кто же он такой? Какой он есть? Он хороший, он плохой, он честный или нет. Он принципиальный, либо он склонен на, скажем так, на компромисс с паразитизмом. Само по себе усилие, которое требуется сделать человеку, оно может быть для кого-то большим, для кого-то маленьким. И опять же, оно зависит от того, какой ресурс человек в это вкладывает. Есть такое понятие, как обладание и владение той или иной стихией. Мы говорили про легкость, подвижность и гибкость. Например, есть представитель вождусного знака зодиака. Его сильная сторона в том, что он может быстро перейти от той формы, которую он имеет, на другую форму. Есть какая-то информация, он придет и эту информацию берет. То есть, он не спорит с этой информацией, он не опровергает эту информацию, он не подвергает ее критике. Он просто эту информацию берет. И прежде чем вы сможете как-то действовать, ваша задача сначала информацию взять. И представители воздушных знаков очень-очень хорошо могут набирать эту информацию. Когда набрано много, у тебя есть база данных, которая может сопоставлять. Есть такое понятие, как практический опыт. Это когда полученная база данных уже сопоставлена с чем-то, с опытом людей, с природными явлениями, с тенденциями какими-то. Воздушные знаки зодиака – это их сильная сторона, умение их принимать новое. Вот, например, с точки зрения астрологии, за систему ценностей отвечает Сатурн. Сатурн – это система ценностей. Задача Сатурна – полученные знания. Первое – это понять. Пока вы не поняли, принятие какого-то знания – это есть фанатизм. То есть, это вы делаете человек-робот. Первое – это самое важное понять. После того, как вы поняли, о чем идет речь и в чем этого смысл, ваша задача в себе – это укрепить. Чтобы механизм, который у вас был, он не выветривался. Чтобы научиться этим пользоваться, вам нужен огонь, чтобы полученное знание потом использовать. То есть, оно не лежало мертвым грузом. Есть механизм воды. То есть, это глубоко прочувствовать суть этого закона. Воздушные знаки – первое, что они делают, – эту информацию принимают. То есть, принимают такой, как она есть. Без принятия этой информации. Информация, как правило, бесполезная. Человек, например, у которого Сатурн в воздушных знаках, в частности, он очень легко информацию получает. У них, как правило, проблема в том, что у многих эту информацию не закрепить. Либо эту информацию глубоко не осознать. Либо у него нет умения действовать, опираясь на эти законы. Есть какая-то ценность. Но эта ценность где-то лежит, как груз. А его не вытащить и на нее не воспользоваться. Но если человек, например, обладатель земной стихии, он очень твердый, он очень стабильный. И все, что к нему приходит, в нем остается навсегда. Но в нем не хватает легкости, чтобы поменять. Например, вы знаете, как вы приобрели какое-то знание, и вы их жизни пользуетесь. Но в определенный момент это знание устарело. А поменять вы это знание не можете, потому что оно сильно вас укоренилось, и у вас не хватает легкости. Воздушные знаки очень легко принимают новое знание. У них свои проблемы. Люди, в которых нет баланса, которые живут только за счет Земли, им очень сложно поменять свою систему на что-то новое. И они пользуются старыми штампами, даже которые уже в известной степени не работают. Есть представители огненных знаков, которые способны действовать. И они способны все менять в мире. Но их проблема в том, что многие из них, например, не могут до конца понять. Многие из них не могут эту информацию просто прийти и забрать. Они действовать умеют, но принимать информацию не умеют. Или не умеют глубоко осмыслить. Или люди, сильно доминирующие стихией восприятия, они умеют тонко чувствовать, но зачастую они не умеют находить эту информацию. То есть, если какая-то информация и знание есть, ваша задача ее найти и принять как базу. Люди глубоко чувствующие начинают уходить в эмоции, то есть, они теряют системность. Им сложно во многом укрепить себе знания, поскольку они воспринимают пространство как нечто образное. А любой образ на каком-то уровне должен превращаться в что-то конкретное и прагматичное. У вас есть какие-то морально-духовные принципы? И прежде чем их применить, вы их переводите в какую-то очень простую, в какую-то очень жизненно банальную форму. Когда эта жизненная банальная форма есть, этот духовный принцип работает. Потому что духовные знания и принципы, пока они не опущены до состояния земного, они практически бесполезны. Вот как, например, есть Библия, есть заповеди Библии. Ну, как бы Библия. Если взять, например, представителей четырех этих стихий и посмотреть, как они будут воспринимать, то недостатки каждой стихии, предположим, сделают любое знание бесполезным. Вот, например, закон «Не убей». То есть, если Библия так подается, что в баланса вот этих стихий в понимании нет. То есть, например, Библия работает на двух вещах. Вот черная земля. Что такое черная земля или демоническая земля? Это фанатизм. Это упрямство, упертость, без ясномыслия. Это вода. То есть, состояние прострации. То есть, ты не чувствуешь, что стоит за этой информацией. Огонь. Огонь в этом законе вообще выключается, либо включается в зону агрессии. Вот есть этот принцип, и ни за что ничего не может быть другой. Идет что-то другое, идет в ответ агрессия. Ну, плюс, соответственно, нет воздуха, поскольку если есть подвижность, то этот закон нужно сопоставить с другими законами. Но стихии воздуха нет, она тоже блокируется. И закон превращается в штамм, превращается в фанатизм. Отсутствие этих трех элементов делает человека бесполезным. То есть, это знание бесполезным и пустым. Например, закон не убитый, это нормальный закон. Но без правильной интерпретации, без отсутствия гибкости, без отсутствия легкости, без отсутствия ясномыслия, это опасный механизм. Вот чем и пользуются паразиты. Вот мы говорили про ревность. И мы говорили про то, что есть духовно-равственные законы. Духовный человек, он как бы никого не должен ревновать. Никого, ничто, ни к чему. И каждый верующий понимает, что ревность – это плохо. Но ревность – это плохо, а с ревностью нужно справиться. Как можно справиться? Как это в религиозности делается? Человек просто забивает эту ревность, глубоко внутри себя зарывает, но он ее не переосмысливает. Он говорит, что это плохо, и все. Что в Библии там написано так-то, и все. И поэтому нельзя. Но внутри эта ревность все равно остается. И подсознательно при любой ситуации человек все равно будет атаковать того, кому направлена эта ревность. Механизм ясномысления – это механизм свободы. Механизм легкости – это механизм свободы. Механизм гибкости – это механизм свободы. Но все они упираются изначально на закон морально-нравственных ценностей, то есть на стремление человека к преображению. Умение делать выбор предусматривает, что вы человек разумный, что вы человек легкий, что вы человек волевой, и вы человек духовный. Я вот говорил, что в течение жизни вы очень много раз делаете выбор. Умение делать выбор – это умение свою систему ценностей менять. Большинство людей всегда на какой-то точке останавливается. Развитие человека – это есть накопление опыта, и в определенной точке он кристаллизуется. Чтобы опыт кристаллизовался, человек должен уметь делать выбор. Кто из вас на 100% уверен, что он всегда может сделать выбор? Нет. Кто из вас может… В том-то и дело, чтобы сделать выбор правильно, нужно быть готовым его сделать. Потому что человек делает неправильный выбор. Либо он, конечно, заблуждается, либо он все равно держится за старую схему. Пока человек держится за старую схему, он не сделает выбор. Выбор предусматривает, что вы способны то, что у вас есть, менять на что-то другое. Вот опять же, вот ревность. Предположим, женщина кого-то ревнует. Она понимает, что ревновать – это плохо. Она чувствует, что ревность – это плохо, но она от ревности не может отказаться. Вот это та же самая ситуация. То есть, понимание вроде как бы есть, что да, она согласна. Она чувствует, что от этого проблемы. Но вот выбор она сделать не может. Она цепляется за свою схему, за старую схему. И пока она цепляется за старую схему, она выбор не сделает. Выбор, на самом деле, это очень легкий механизм. Делается вот так вот. Раз, ты раньше ревновал, а сейчас я принимаю решение, что я больше никого не ревную. Вот раз – и все. Понимаете, я говорил про легкость? Вот это и есть легкость. Раньше я ревновал, а теперь я радуюсь. Раз – легкость. Легкости нужно учиться. Есть, например, техники, позволяющие человеку выкидывать грязь. И выкидывание грязи делает человека легким. Ясномыслие. Ясномыслие на глубоких уровнях проявляется как озарение. У каждого из вас в жизни хоть раз был случай, когда у вас было озарение. Вы думаете, «А, так это же оно вот так вот!» И озарение, чем оно хорошо, что озарение упирается в духовное тело. Это тот промежуток, когда ясномыслие касается духовного мира. Когда из духовного мира приходит какая-то энергия, и в точке касания происходит процесс. Вы заметили, что озарение, оно не является просто пониманием, оно является как бы немножко еще чувством. Но оно не является ни отдельно чувством, ни отдельно мыслью. Но оно имеет огромную силу. Потому что все высшие проявления в себе включают все нижние формы, но в самом утонченном, самой высокой форме. Вот озарение – это, например, тот механизм, когда вам легче что-то принять. Озарение – это некая вспышка. На вспышке, на подъеме энергии многие вещи можно сделать. Вот женщина, которая понимает, что это плохо, женщина, которая чувствует, что она от этого страдает. Что мешает, на самом деле, ей сделать выбор? Отсутствие легкости. Склонность цепляться за старое. Отсутствие гибкости. То есть, если, например, она считала, что она жила по этим принципам. Она не может изменить свою позицию. Она вроде понимает, что плохо, но позицию изменить не может. Она не может… Вот она, знаете, как железная палка вопнутая в землю. Толстый железный пруд. Он стоит в земле, и все. То есть, идет дождь, она ржавеет, ударяет молнию, она расплавляется, но не может сдвинуться. Вся эта система, она, конечно, упирается на несколько понятий. Первое понятие – это частота. Мы говорили про частоту. Чем хороша внутренняя частота? Внутренняя частота позволяет вам избавиться от любого тормоза, от любого якоря и от любых блокировок. И для этого есть техники наочищающие. Вот вы занимаетесь йогой, вы в одном из пониманий йоги занимаетесь очищением. Очищение снимает человека те или иные блокировки. Например, вот та же самая ситуация с ревностью. То есть, человек чистый, ему очень легко сегодня он ревновал, а в следующий момент говорит, я больше не ревну, я радуюсь. Он чистый. То есть, нет никакого груза, который его блокирует и делает, например, его инертным. Либо слабым, либо упрямым, либо тупым. Деловой, например, но тупым. Вот есть техника очищения. Мы немножко попозже пойдем на улицу и попробуем технику очищения. То есть, техники очищения имеют механическую составляющую, внешнюю, динамическую и имеют сторону духовную. Между ними еще есть вещи, которые называют энергетическими. То есть, это в мире все в известной степени в серьезной степени связано. Человек, который очищается, способен этот выбор сделать больше. Мы живем в эпоху перемен и для перемен самое главное для человека в нужный момент сделать выбор. Настоящий выбор это, скажем, духовное качество. Умение делать выбор это признак того, что человек не является разумным животным. Мы говорили про волю, мы говорили про качество, мы говорили про чистоту. Есть определенный момент, когда человек для себя решает. Вот он живет как социальное существо и живет как духовное. И в определенный момент он делает выбор и говорит, что я теперь духовное существо. Он сжигает за собой мосты. В этот момент, когда человек делает этот выбор, меняется его кармическая ситуация. И то, что для него было запрещено на тонком плане, становится возможным. То есть, некоторые даже вещи, за которые, например, человека разумного животного будет наказывать, человеку духовному дадут возможность пройти и даже сделать ошибку. Как только вы поднимаетесь на уровень выше, вам дают возможность включиться в тонкие энергии. И, скорее всего, у вас при попытке будут какие-то ошибки. Но к вам будут больше, к вам будут относиться более мягко и дадут вас возможность через это пройти. Плюс, для человека, умеющего делать выбор, делается подарок. У каждого у вас в жизни была какая-то ситуация, когда вы отказывались от чего-то не очень хорошего, что-то вас тормозящего. Если вы были бы внимательными и осознанными, вы заметили, что когда вы этот выбор сделали, вы получили в жизни какой-то подарок. Просто уровень осознанности у нас по жизни обычно не очень высокий, и мы этот подарок не замечаем. Но всегда, когда мы делаем подарок, когда мы делаем правильный выбор, настоящий выбор, то есть выбор, он бывает на уровне, вот вы в магазин приходите, да, и вы развлекаетесь, купите мне там одну игрушку или другую, да, то есть это не выбор, это развлечение. Выбор, выбор это та система, когда вы меняете свою природу. Если вы умеете делать выбор, то каждый выбор является возможность выйти на следующий, на следующий уровень. Выбор это умение всегда от чего-то отказываться. Чтобы попасть на какую-то ступеньку ниже, вы всегда что-то оставляете сзади и в прошлом. И очень часто вам приходит оставлять что-то очень ценное. Например, вы хотите познать, что такое высшая любовь, да, например, мистическая любовь. Вам 90-99% создает ситуацию, что вы должны будет оставить что-то ценное. Если вы человек, но очень-очень сильно гармоничный, в принципе, вам это не надо. То есть вы эти вещи чувствуете сами. Но для того, чтобы проверить, что вы действительно готовы это сделать, от вас попробуют что-то забрать. Ивусю Робинда очень интересная книжка и в одной книжке он писал, что человек, занимающийся духовностью, на определенном плане в определенное время будет проблемой, очень вероятно, будет проблемой с деньгами. То есть у него будет бедность. Я очень долго думал, вот зачем творцы, творец придумал такую вещь, но зачем духовного человека лишать денег. А потом понял, что у него должна быть какая-то тотальная проверка. Чтобы коснуться небесного, надо, что в первую очередь, сначала отказаться от земного. На какой-то момент, когда человек отказывается от земного, он обретает свободу. Только он обретал свободу, ему земное снова можно дать. Человек, занимающийся духовностью, достигающий точки кристаллизации духовного, снова получает материю. Арабин, Арабин-то писал, но он писал очень четко, что на определенном этапе человек, серьезно практикующий духовные практики, у него появляются проблемы с деньгами. Но есть обратная сторона, то есть человек, который идет духовному, но чувствует гармонию между духовным и земным, у него уже забирать не надо. Это редкая ситуация, когда у человека этот баланс есть. Люди, обычно стремящиеся к духовному, они либо зачеркивают земное, там появляется обратная опасная сторона, они перестают воспринимать баланс гармоничный. Обычно таких людей занижают. Лично я, проходя через опыт духовности, получил такой урок, не очень жесткий, может быть, но получил. Когда мы отрываемся от земного и не понимаем, что духовно это есть способ приподнять свою материю до высокого уровня, мы банально можем очень легко превратиться в фанатиков. То есть, появляется какой-то образ чего-то и мы за имя этого образа можем пожертвовать чем-то на самом деле таким, чем жертвовать нельзя. Когда мы понимаем, что земное важно, что наша база, мы никогда не делаем ничего противоестественного. В дзеновской традиции зачастую бывают такие случаи, когда мастера заставляют человека от всего отказываться. Например, отказываться от пищи, отказываться от женщин, отказываться от домов. Зачастую людей уводят в монастыри. Но если традиция действует очень четко и тонко, то второе, что делают в этой практике, то приучают человека к естественности. А что такое в этом плане естественность? То есть, естественность это умение духовное связать с земным. Как только в этот момент мы духовное связываем с земным, мы становимся свободными. Знаете, почему мы становимся свободными? Потому что нет механизма, который нас будет разрушать. Если у нас есть духовность, то мы поднимаем путь. Если мы гармонично относимся к земному, то мы от земного независимы. То есть, духовное нас не делает фоногонатиками, а земное не является для нас зависимостью. И мы находимся в этом балансе. Держаться в этом балансе непросто, и для этого нужно быть тонким человеком, для этого нужно быть легким, для этого нужно быть гибким и владеть ясномыслием. Вопрос про очищение. Один из самых опасных элементов, когда человеку нужно делать выбор, и ему сложно себя отрежислять с честным человеком. Ему сложно отказаться и воспринимать себя как-то по-другому. Проблема этого это какая-то внутренняя нечистота. Эта внутренняя нечистота может быть на уровне подсознания, на уровне генетики, это может быть страх например, это может быть безволие. И поэтому человеку очень важно очищаться. Технологии очищения есть чисто физиологические. Например, с помощью трав или каких-то растений мы на физиологическом уровне очищаем наше тело. Есть например с помощью йоги очищение. Мы делаем определенные асаны, мы очищаем наши суставы ашлаков, делаем механизм рабочим. И есть механизм очищения, это эмоционально-психического очищения, плюс естественно энергетическое. Практика очищения человека, она в принципе должна все эти три вещи сопоставлять. Но если на техническом плане, на физическом это можно просто прочитать и механически сделать, то на духовном плане или энергетическом плане тут нужны определенные усилия. Понятно, что человек, который хочет очиститься, первое, что он делает, это делать выбор. Выбор, например, что он хочет быть свободным. Потому что многие люди, когда они обретают какую-то значимую часть комфорта, значимую часть достояния, им очень сложно от этого отказаться. Но они вроде живут хорошо, вроде их никто не трогает. В этот момент человек перестает делать выбор. Человек останавливается. И когда эта точка вдольтворенности самолюбования доходит до критического уровня, человек начинает все отнимать постепенно. Начало с самого дорогого, как правило. Это может быть не самое дорогое, но если человек в чем-то достаточно гармоничный, то эти вещи не трогают. А в том чем проблема его начинают отнимать. Это может быть все что угодно. Может развалиться семья, могут погибнуть дети, могут забрать материю, либо могут забрать у человека смысл жизни вплоть до этого. Например, человек практикующий духовной практики. Он практикует, практикует, а ему больше не сдвинуться. Он висит в одной плоскости и больше ему не сдвинуться. Пока он будет готов сделать выбор, пока он будет готов очиститься, он дальше не пройдет. Духовно энергетическое или духовно психическое очищение это такие практики, которые несмотря на вашу ситуацию, независимо от того, занимались вы йогой или цигуном или еще, можно делать каждому. Но только с той разницей, что вам нужно не перенапрягаться. Например, вы не можете что-то делать, вы не можете сделать выбор. Первое, что вы можете сделать в этом плане, это сделать практики очищения. Я не буду говорить про физический план, потому что вы сейчас информацию найдете в интернете, для этого есть травяные чаи, для этого есть клизмы, процент ракшаланы, питье или естественных лекарств, например, чистка печени. Есть вещи практические, которые на духовно-психическом плане именно очищают человека. Мы будем говорить на уровне, как бы привяжемся к уровню энергетики, частично, то есть к чакрам. Например, как с помощью дыхания и постановки духовно-психической задачи начинать себя очищать. Мы сейчас пойдем на улицу и на улице я кое-что покажу. Хорошо? 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!